Даем сейчас слово Николаю Базарову, я очень надеюсь, что все будет хорошо, потому что это уникальный случай, лектор, который занимается генеалогией, которому 15 лет, по-моему, это вообще во всей мировой практике любого генеалогического фестиваля вообще в мире самый молодой лектор, 15 лет, 15 лет Николай Базаров в Санкт-Петербург. Да, Коля Базаров, Николай Базаров, 15 лет, Санкт-Петербург. Двигай. Здравствуйте, многие участники фестиваля Генекспо и те, кто слушают. Меня зовут Николай Базаров, я, получается, самый молодой лектор. Я хочу рассказать о себе о том, что мне 15 лет, я из города Санкт-Петербурга, учусь в обычном лицее, родился в самой средней семье работника РОВД и предпринимателя. Вот. То есть до генеалогии я занимался много чем еще интересным. Участник поискового движения. Вот. Также я ходил в военно-патриотический клуб, где мне тоже рассказывали о предках, о еще чем-то, да. Я рос в семье блокадников во многом, да. То есть меня отдавали в деревню, я с ними общался часто, и мне рассказывали они про блокаду, про своих родственников, бабушек и дедушек, которые тоже умирали в блокаду. О своих отцах, которые погибли здесь, обороняя город. Вот. И мне даже стало интересно, я стал записывать их интервью, их какие-то интересные заметки, и я собрал очень много воспоминаний. Вот. Мне удалось это сделать. Вот. Сейчас они, к сожалению, болеют, и мало что могут рассказать о тех временах. Значит, в генеалогии я с 12 лет. С 12 до 14 я занимался сбором семейных документов, каких-то воспоминаний и много чего интересного. Все началось с того, что, к сожалению, умирала старшая сестра деда, которая знала о семье почти все. И, к сожалению, она не смогла передать самый основной источник информации, то есть это ее воспоминания о тех временах. И этим стал заниматься я. Я начал просто искать, и я себя ничего не представлял, никаким генеалогом. То есть я об этом движении вообще не знал до прошлого года. Вот. Я просто собирал какие-то интересные заметки. 14 лет для меня стало очень прорывным. Я получил паспорт. Без паспорта в никакую организацию вы попасть не сможете. Ни в пенсионный фонд, ни в ЗАГС, ни в архив, никуда. То есть у вас нету никакого права голоса вообще без паспорта. Значит, как только я получил паспорт, я начал думать, что, а как дальше искать? То есть можно же как-то поискать. Мне бабушка рассказала о своей матери, которая жила в Псковской области. И я решил ЗАГС обойти. Я решил пойти сразу в архив Псковской области. Я договорился с родителями насчет жилья, насчет всяких... Ну, насчет всяких вопросов, насчет жилья и всего. И мне удалось попасть в город Псков на две недели. Это был июнь месяц. К сожалению, в презентации я указал 2018 год. Это был июнь 2019. Начал я сразу с метрических книг. О них я узнал в сообществе ВКонтакте, в самой группе. О Динэкспо я тоже тогда ничего не знал. О Виталии Семенове тоже ничего не знал, к сожалению. И я начал искать. В первый день я нашел актовую запись у своей прабабушки. И далее по ее братьям и сестрам я начал узнавать, что и как. Очень много для себя фактов открыл. И у меня вопрос сразу возник с исповедными росписями. То есть я думал, что будут ревизии, но они, к сожалению, не сохранились до тех годов. И самый последний документ был 1860 года. Больше документов по тем местам не было. Этот документ я смотрел. Мне было довольно тяжело разбирать этот текст, но мне удалось все это разбирать. И когда я просматривал документы, мне удалось с каждой страницы все быстрее и быстрее понимать, что здесь и как. Но каждый документ был все сложнее и сложнее. Я нашел в исповедной роспися 1860 года документ о Родионе Ильине, которому было три года, и о его семье. И дальше я начал искать. Мне удалось лично продвинуться до 1733 года. Перепись 1897 года за меня уже смотрел человек. И перепись 1897 года я тоже за меня смотрел человек. Так как я не успел эти документы элементарно посмотреть, я пришел в архив. И мне сказали, что приходи с законными представителями. Я не знаю, что у меня случилось. У меня не было никаких конфликтов ни с архивистами, ни с кем. То есть я просто сидел в самом углу, смотрел документы и никого не трогал. Ладно. Я позже не пожалел о том, что я документы те не посмотрел, потому что они были нечитаемы во многом. То есть я бы их не смог тогда бы разобрать. Когда я приехал в Питер, я понимаю, что это тупик. То есть дальше мне двигаться некуда. У меня есть живой слой, который нужно тоже пройти. И по свидетельствам ЗАГС, у меня они были очень разбросаны. И документов о родстве до прабабушек мне надо было узнавать только через живых родственников, которые болели и не могли войти в МФЦ. Позже все вышло так, что брату и маме дали они доверенность, и на них завели... Им выдали вот эти справки о рождении браки, и я смог дальше искать. То есть вам не имеют права с 14 лет отказать в выдаче справки, потому что вы младше 18 лет. То есть вы заказываете не как на себя, вы заказываете на человека, который наследник, то есть родственник. Да, то есть это другая категория, и тут нету ограничения в возрасте. Это очень важно знать. Мне пытались в одном из ЗАГСов так сказать, но мне удалось их это пресечь. Значит, собирал я свидетельства, справки. Справки я позже узнал. Где-то в сентябре месяца 19-го я узнал о всех группах, о Виталии Семенове. Я начал узнавать, читать, и очень много чего для себя открыл. Насчет пенсионных дел. Я очень боялся идти в сам пенсионный фонд. Но 31 декабря 2019 года я туда пошел, в Красносельский ПФР. У меня не хватало одного документа. Это справка о рождении деда, который являлся ее сыном. И когда я пришел в пенсионный фонд, я боялся, что меня сразу оттуда выгонят. Но все удачно. Я объяснил, я рассказал, что я делаю работу к девятому классу. И мне ее предоставили само дело. Никаких вопросов не было. Мне даже разрешили скопировать, сфотографировать. Самое главное, мне удалось сделать запись о паспорте прабабушки. Это позже вам пригодится в паспортном столе. Значит, вам в любом пенсионном деле нужно знать о том, что там есть такая страничка серая в основном. Там указаны все паспортные данные. Благодаря этому можно взять форму. Это ускорит поиск. Это ускорит во многом все, что это. Это дополнительные данные. Значит, в самом пенсионном деле я узнал о том, что моя прабабушка, это вот Куннова Любовь Михайловна, она работала в тылу. То есть после блокады. Не после блокады, она ушла в эвакуацию, и в эвакуации она работала в тылу, в колхозе. И медалью за труд она не была отмечена. Поэтому я сразу же обратился в Красносельскую администрацию. Сейчас до сих пор жду ответа. Ну, жду. Значит, дальше я договорился с братом, и мы с ним вместе пошли смотреть дела бабушки и дедушки. Нам удалось узнать очень много, так как трудовые их не сохранились, все сгорело, все документы были потеряны, и, к сожалению, мы мало что знали. Они поведали нам мало, но, в принципе, ладно. В пенсионном деле мы тоже много чего интересного нашли, и самое было чего тяжелое – это пенсионное дело на мать моей бабушки, вот по которой я искал всю ветку. Мне удалось это дело выбить только на шестом заявлении в сам пенсионный фонд. Мне отказывали. Везде мне тыкали в 125 ФЗ о том, что это конфиденциальная информация, я не имею права ее смотреть, хотя я дела уже смотрел. Ну, ладно. Все-таки на шестом заявлении мне позвонили и сказали, подходите, посмотрите. Я посмотрел дело, я попросил, чтобы мне его скопировали, мне отказали. Ну, печально. После пенсионного фонда я обратился в паспортный стол, и мне удалось вот как раз-таки узнать вот это фото, вот выбить. И так, И... Значит, мне удалось две фотографии. Вторая фотография у меня сейчас дома, здесь. Я ее, к сожалению, в презентацию не вставил, и жалею об этом. Вот. Но фотография там хорошая. Значит, и в конце марта 2020-го я ушел в тупик после того, как я посмотрел последнее пенсионное дело. Значит, что я могу сказать насчет проблем подростков генеалогии. Первое. Вход в архив с законным представителем. Вход с законным представителем на самом деле, то есть это родители, это опекуны и все законные представители за ребенка. все знают. Значит, сам архив, к сожалению, он не понимает. И все любые государственные организации, они, к сожалению, считают, что все так легко. Вот, сходи туда справку получи, сходи туда это сделай. То есть, все так очень просто, и на самом деле все очень сложно. не у всех родителей готовы ходить с ребенком в архив, а особенно с такой возраст с 14 до 18 лет, и у родителей соответствующий вопрос, а ты чего сам не сможешь сходить? Ну, ты такой маленький, что ли? То есть, архив требует, чтобы это было все официально, чтобы мы якобы ничего там не натворили. Если честно, я не знаю, что там могут они натворить. туда люди просто так не ходят, и там идут записи, там надо ходить с паспортом, плюс еще там надо составлять анкету, где ты учишься, что ты делаешь, для чего. Вот, и если что, жалобу в школу, и у тебя будут проблемы. Значит, с этим мы уже разобрались. Второе. Это деньги. Сами знаете, что генеология требует денег. Где-то больше, где-то меньше, но все равно в любом случае, как бы вы не хотели сэкономить, все в основном уходит в поездки, в архивные траты и другие интересные документы. То есть, на все, все уходит деньги. И вопрос такой, откуда у подростка деньги? Их я решить смог. Мне удалось работать, то есть, там, даже тем же промоутером это все можно решить. Родители вряд ли будут вам деньги давать на генеалогию именно, потому что сами родители особо они мало чего знают. Я надеюсь, что родители все-таки будут всех поддерживать, но это самый счастливый случай будет. Но, в основном, все идет к тому, что все закрыто. все закрыто и только с 18 как-то это самое. Третье, это отношения с родственниками, родителями и школой. Родственники и родители для меня это разные люди, ну, как и для всех. Школа может отнестись к этому с осторожностью. Почему? Ребенок катается сам, ходит в архив, занимается непонятно чем. У меня был такой, у меня за это даже проявляли в самой школе. Что я хожу, зачем? На меня, да, на меня, к сожалению, даже с пенсионного фонда приходила жалоба. Я от нее даже удивился, и мне показывали ее замдиректора. На что там жаловаться, я, если честно, не понимаю. Это как-то так. С родственниками отношения у каждого по-разному, и вы можете столкнуться с давлением со стороны родственников. То есть, ты занимаешься не тем. Оно тебе не подгодится. Зачем оно тебе надо? То есть, родственники, они всегда смотрятся издалека, и они, конечно, могут тебя поддерживать, но есть такие персонажи, которые тебя поддерживать не будут, и даже наоборот будут давить на твоих родителей. Родители, как известно, они хотят, чтобы все было идеально, и, соответственно, родители могут вам запретить. То есть, ваши походы и ваши все поиски на этом заканчиваются. Потому что, без подтверждения родителей вам тоже будет искать тяжело. В моем случае родители все-таки относятся лояльно, они очень рады, что я этим занимаюсь. Вот. Но главное, чтобы их особо не трогали. Ну, то есть, они могут дать разрешение, но лично со мной куда-то кататься зачем-то они не будут. Они работают. Значит, четвертое – это поездки. Это самое главное, с чем приходится сталкиваться. Почему? У всех регионы разные, и у кого-то он очень сильно разбросан. У меня он, слава богу, он близкий довольно. Вот. То есть, по матери у меня это Санкт-Петербург, Ленинградская область, Псковская и Новгородская. Это не такие уже дальние регионы, что было там было так страшно, и плюс еще у меня там родственники живут везде, поэтому я могу договориться и не разрешат туда съездить. Но в основном подростки сталкиваются с проблемой такой, что сама поездка это уже целая уже целая история. Не знаю, у кого как, но у меня первое время была проблема, что мне родители не разрешали вообще никуда ехать, потом они поняли, что это бесполезно, но как-то так. Я пытался рассказать очень все кратко, понятно, но хотел бы вопросов, ну, из-за того, что мне особо не о чем рассказать больше. Из-за того, что во многом тут люди все понимают. Здесь люди, они все знают, и с хейтом я сталкивался давно довольно. Еще с такими людьми, которые в генеалоге очень хорошо понимают, ко мне прикапывались насчет исторических фондов, насчет того, что как я там мог это все разбирать, как меня пустили в архив, почему меня выгнали. Вопросов было много, и я на них смог ответить. Такому жду вопросов. Я не могу сказать, что есть какие-то вопросы. Почему? Потому что по содержанию, по которому ты говоришь, это достаточно понятно. Другой вопрос, что мне интересен был все-таки опыт действительно путешествий и походов в архив 15 лет. Потому что действительно сейчас официально по инструкции с архива нужно приходить до 18 лет законным представителем. Потому что на тот случай, если там что-то порвешь, то ты не можешь нести юридическую ответственность за этот документ условно. И с одной стороны это понятно. С другой стороны очень странная штука получается, что мы все время говорим, не мы все время говорим, для нас это понятно банальность, которую не нужно говорить, а кругом можно услышать, что хотелось бы, чтобы подростки больше занимались историей, но при этом подростки, которые занимаются историей, такие существуют, потому что кто-то же поступает на исторические факультеты, я сам поступал на исторические факультеты, это интерес истории ограничивается соответственно интернетом, телевидением, школой, ну и в крайнем случае какими-либо клубами, которые тоже бывают, хорошие, плохие, потому что еще как повезет, какого педагога найдешь. Но из этого абсолютно выпадают архивы. То есть вообще если посмотреть никаких программ, обучающих архивов по отношению к людям, которым до 18 лет, их вообще нет. Вот если посмотреть сейчас любой сайт, любого российского архива, то там нигде нету, предположим, рубрики архив подростку и так далее. И это показывает очень интересную штуку. Буквально на днях я читал статью о том, как работает алгоритм ТикТока, который предлагает посетителю ТикТока именно те видео, которые он видит. И там все замешано на том, какие соцсети посещает человек, какого он возраста, и в зависимости от этого ему предлагается определенный алгоритм. И что интересно, что сейчас только некоторые архивы зачаточно, вот архивы Санкт-Петербурга начинают понимать себя не просто как хранилище документов, не просто как читальный зал, но еще и начинают себя понимать, как то место, которое понимает и определяет, как различные группы населения воспринимают контент. Как женщины воспринимают контент, как мужчины воспринимают контент, как подростки воспринимают контент, как воспринимают люди, скажем, 50 плюс контент, что может быть интересно одним, другим, третьим. Никакого сейчас разделения по возрасту нет. Самые интересные социальные сети архивов, это архивы Санкт-Петербурга. У них самые живые и интересные социальные сети. Но там как бы информация для всех, то есть для всех, вне зависимости от какого-то возраста, то есть еще нужно расти и расти, чтобы какая-то информация условно была рассчитана на подростков, и как-то искала, чтобы зацепить их. Какая-то была рассчитана условно на женщин, какая-то была рассчитана условно на мужчин от 30 до 50, это еще просто какой-то космос. То есть никакого еще восприятия архива МИ себя как поставщиков информационной ленты нет, и это то, за что мы боремся, потому что через 15 лет, через 20 лет моей профессии не будет, так как она существует сейчас. Мне спрашивают, почему я так много занимаюсь общественной деятельностью, и это же вредит моему бизнесу генеалогическому, я же сейчас не генеалог. Да потому что в том возрасте, когда ты будешь в том возрасте, в каком буду я, архив — это будет квантовый компьютер, в который будут загружаться алгоритмы, и который будет выплевывать генеалогию за 5 минут, если этой генеалогии, скажем, ну, там все нормально по ревизским сказкам, все нормально, то есть, скажем, нет усыновленных, да, нет там условно приводов из других сел и так далее. В 80% случаев, когда все нормально, обычная сельская генеалогия, скажем, все более-менее сохранилась там в 4-й и 5-й ревизии, это будет одно нажатие кнопки. Это будет... Мы генеалогии это абсолютно точно знаем, но в России это будет через 15-20 лет. В мировой генеалогии это, я думаю, начнется уже лет через 5. Однозначно. Потому что уже даже про роботы, вот как бы такие еще, динозавры, например, на сайте архива Пермского края, зайди туда, там стоит, поскольку оцифрован у них поколение Пермского края, есть проект, у них алгоритм есть, который вычисляет предполагаемую генеалогию. Уже сейчас, уже в Перми, уже в России такая штука есть. И от будущего никто никуда не скроется. Все эти штуки, которые мы сейчас видим, запрет состоятельного копирования, там, вот это все, вы все сюда ходите, ходите, а раньше в читальном зале было пусто в 80-х, 90-х годах. Это все доживает свои последние годы. Это все, через 2 года мы над этим смеяться будем. Вот. Так что лет через 10-15 генеалогия будет выглядеть совсем по-другому. И так, очень интересно, какой ты увидишь ее. На самом деле интересно? Конечно, интересно. Конечно, интересно. Вот. Потому что я когда увидел ваши ролики, для меня это было забавно. Я сначала посмотрел, думаю, а что это за чудик и сразу выключил. Вот. С того, что, ну, честно скажу, ну, там, человек, который прыгает у доски там постоянно, то есть, мне лично интересно, когда там картинки, там, то есть, все так организовано, то есть, там, дома, книги, они все там делают с картинками, все интересно, да. А когда человек часами стоит у доски, там, объясняет, мне становится быстро скучно и минуты за две я понимаю, что, ну, я долго слушать не смогу, да. То есть, сейчас у нас люди воспринимают больше визуально, чем... Да, воспринимать-то они могут сколько угодно. Являются ли они платежеспособными? Понимаешь, какая штука? То есть, мы видим, что ролик-то можно сделать, пожалуйста, из 3D-анимации и с дополненной реальностью, кто платит за это будет? Пока дешево и сердито, люди смотрели YouTube-ролики, скидывают донат. Так это работает. Так это работает на этом фестивале, если мы наберем в конце его 60 тысяч рублей. Сейчас уже набрали 10. Так что, не один ролик, за каждый ролик, за каждый информационный продукт, который пришел в сеть, кто-то заплатил. Так что, в свое время сделаешь тот ролик, который тебе кажется максимально поставляющим информацию, максимально интересным. А пока у тебя пока и презентация, честно признаться, скорее в моем. Так что не надо мне делать замечания, учитывая, что у тебя в презентации не было, ну, было, было, было. Некоторые только картинки. Вот так. Это моя ответочка. Ладно, спасибо. Спасибо за выступление. Спасибо за то, что занимаешься генеалогией, истории. Это был Николай Базаров из Санкт-Петербурга. Продолжение следует...